Здравствуйте, скажите, пожалуйста, слышно меня или нет, я могу начать. Давайте по 10-ти бальной шкале, что-то слышно или нет, или совсем ничего не слышно. Я уже добавила все, что можно. По 8-ти, да? Услышать можно или нет? Так лучше по максимуму? Десяточка, вот и хорошо. Оли-ноль или что? Отлично, да? Ну, кому-то, если не будет слышно, попробуйте перезагрузиться, что ли. Ну, либо мне скажите в чате, чтобы я уже что-то, может, еще прибавила, да? Меня уже представили, Наталья Цверидова. На данный момент я вышла на уровень 9%. Начала я с 6-го ноября, то есть в компании два каталога. По большому счету, как бы, срок еще совсем небольшой. Сейчас расскажу немножко о себе. Я мама троих детей. Нахожусь в декрете. Самая маленькая из них недавно была, пару лет. Пригласила меня в компанию Ольга Новикова. Сейчас менеджер 12%. Пригласила закрытым способом, сказала Наталья, мне поступило предложение, хочу поделиться. И там уже пригласили в офис на встречу Сергею Гоглоеву. Он провел полностью презентацию. Наверное, мне это и надо было. Там уже сели, посчитали, где есть деньги, откуда есть деньги, что нужно делать. Я дома все это и проверили, пересчитав, потому что по образованию я все-таки бухгалтер. Поняла, что деньги действительно есть. Осталось научиться их зарабатывать. У нас с Олей еще такая достаточно щекотливая ситуация. Мы пока в декрете находимся. И нужно за ближайшие полгода-год научиться зарабатывать в компании Алифлейн. Чтобы уже не искать работу на дядю, скажем так. Вот так немножко о себе. Сейчас расскажу о том, как начинала я, наверное. Кого приглашала и что потом с этим делала. Приглашала я, как и все. Первую ошибку, которую, наверное, совершают все. Я, узнав о том, что замечательная компания, можно у нее зарабатывать, как и все, решила поделиться с близкими. Ну, сказала, что там много вкусного, пойдемте со мной. Я в компании Алифлейн. Ну, понятно, меня никто не понял. Сказали, да, откуда, да, кто там. Но были и такие, кто, не знаю почему, наверное, из-за авторитета, еще из-за чего поверили в меня. Это оказались два человека. Моя заловка и моя сноха. Вот с ним и мы сейчас и работаем. Из тех, что пришли на первые мои призывы поработать, да, а потом, конечно, я учла свои ошибки и начала обучаться. Начала посещать обучение, учить презентацию Гоглова. Мне после моего негативного опыта с родственниками показалось, что работать легче по холодным контактам. И я начала обзвон резюме. Первый месяц, в октябре, работали такие. Скажу только одно, что на пользу прошло то, что я отработала презентацию, то, что я отработала возражение. Эффективность была небольшая, скажем так, потому что из 30 звонков всего две регистрации, и то это пользователи остались пока. Ну, не знаю, может быть, они потом перейдут в ряд активный, начнут активно работать. Ну, пока это тоже неплохо. Больше я, конечно, поняла, что работы очень много по холодным контактам, а эффективность гораздо ниже, чем по приглашению даже на те же скайп-чаты по теплому уровню. Новогодние праздники, то есть 17-й каталог, я поняла, что это праздничный каталог, и все-таки рассчитано на то, что люди будут покупать себе подарки, я решила поработать офлайн. Ну, то есть нужно было все узнать, каким-то образом приспособиться работать. Я взяла 15 каталогов, Сергей мне еще дал, и раздавала их по кругу. То есть я раздала 15 каталогов, через 3 дня прошлась, забрала их и снова раздала по другим местам. Таким образом я сделала 3 раза. Заказов не скажу, что было много, но гораздо интереснее то, что я завела новых знакомых, новых клиентов. Сейчас я спокойно делаю свои 150 баллов. В 17-м каталоге у меня было 400 баллов. Конечно, приятно по деньгам. Начиная с разницы и заканчивая баллами бонусы. Счастливая себя. Начну с того, что мы уже обсудили, кого тоже, а что потом делать. Пришли люди в команду, что нужно делать. Сначала мне тоже было странно, что нужно делать все-таки. Нужно обучаться, мы поняли. Нужно обязательно посещать вебинары. Мы стараемся не пропускать. Я прямо обзваниваю девочек, кто у меня в команде и приглашаю. Сейчас девочки прям мои тоже на обучении. У нас в Соле уже есть свой скайп-чат. Мы проводим обучение и там в том числе. Сейчас, в Катевале, за полчаса проводили планерку. Тоже по скайпу. Почему по скайпу? Потому что в моей команде нет никого из Кропоткина. Единственный человек, с которым не общается, это мой спонсор. Как мои девочки находятся в Питере, находятся в Урале, в Уроке Катеринбург, в Уроке Катеринбург, в Уроке Катеринбург, в Уральске Уральске. Поэтому мы с ними ежедневно общаемся по скайпу. Через день, через два, либо по обучению, либо на планерке. Вот вижу вопрос, кому раздавали каталоги, с какими словами предлагали посмотреть каталог? Знаете, по-разному, смотря кто. Иногда просто отставляла каталог, потому что люди заняты, если это, допустим, магазин или аптека, или что-то. И говорила, что зайду на днях, посмотрите каталог, выберите себе подарки. Через два дня зайду, заберу заказ. Все. А когда приходила, уже просто собирала заказ. Спрашивала. Заказ уже написали. Ну, либо люди отказывались. Я говорила, что уже зайди. Так, какие-то вопросы еще есть? Либо я продолжаю дальше. По поводу обучения. Когда человек только-только поступает, мы, конечно, скидываем ему презентацию. Помимо того, что я беседу. Мы скидываем презентацию Гудлоева. Это обязательно. И в уроках на салфетке это тоже обязательно. Потом присоединяем к скайп-чатам. Потом присоединяем к скайп-чатам, чтобы они уже знакомились с командой. Конечно, знакомились с вышестоящими. Потом начинаем проводить планерки, приглашать людей на планерки. Планировать следующий каталог, как мы делали сегодня. У нас сколько на пути процентов выйдет, что для этого делать. Рассказываем про новые акции. Допустим. По семинарам. Я понимаю, что мои девочки семинары здесь посещать не могут. Потому как они далеко. Рассказываю, показываю фотографии, какие были замечательные семинары. Я была уже на семинаре в Краснодаре, на БВО. Большая встреча о Риклэм. Замечательные мероприятия. И было очень много полезной и нужной информации. Были итоги по году. Что для меня было очень важно. Потому что для меня Арифлэм Айнши был это Сергей Гогловев и Ольга Новикова. Большого счета все. Ну и люди, которые проводят вебинары. Они казались далеко, может быть, даже нереальными. После того, как я побывала на этой большой встрече Арифлэм, я поняла, что людей в Арифлэм очень много. Люди там работают. Люди там зарабатывают огромные деньги. Наверное, вот именно это для меня было важным на этой встрече. А еще я была на встрече, которая проходила в городе Кропоткин в этом числе. Тоже была замечательная встреча. Познакомилась со всеми людьми, которые находятся в команде Сергея Гогловева. Поняла, что Кропоткин тоже очень много людей, которые работают. Очень приятно познакомиться с людьми, которые проводят вебинары, семинары, которые мы видим в скайпу. И не видим, и не видим, его знают все. Да, Сергей Гогловев знает все. Да, вот немного отвлекусь по поводу того, что Сергей Гогловев знают все. Это отметила я, отметила моя девочка, которая из Петербурга приезжала в Москву. Когда Сергей идет по зал, он подходит сфотографироваться. Для нас это было пределом совершенства. Потому как, раз люди узнают, значит, действительно, и компания большая, и команда у Сергея Гоглова тоже большая. И он действительно может научить очень много. Это масштаб живот, слышим, его обучение. Так. Задавайте, пожалуйста, вопросы, и, может быть, я на что-то смогу ответить еще. Да, я думаю, скоро буду брать автограф. Встреча в Анапе. Надо планировать уже сейчас. Да, действительно, мы уже с девочками запланировали о том, что мы поедем в Анапу. Кто поедет в Анапу, и что для этого нужно сделать? Прям вот сели, просчитали, кому что нужно сделать, какие шаги для этого нужно сделать, сколько человек пригласить, сколько к кому, и что объяснить. Прям все прописали на бумаге, как нам сказали Ольга и Дмитрий Рубаны. Они, кстати, нас тут немножко напугали с Ольгой, потому как они сказали, что большая пропасть между 12% и 22%. А у нас как раз тут фажорчик такой рисовался. Но боимся, но шагаем, делаем. У кого-то есть еще вопросы? Ко мне, как к новичку. Таким образом я что делала? Потому что все, что я вроде бы запланировала, я рассказала. Так, нет, ответы меня не слышны. Есть периоды кризиса, когда клиент отказывается покупать косметику. У нас действительно есть отказы. Может, нужно к этому относиться легко? Просто отпускаете человека, и все. Никак. Если он не хочет, мы заставлять не будем. Я пришла к выводу, что нет смысла заставлять людей работать, если они не хотят. Это нигде не действует, ни на какой другой работе это тоже не действует. Невозможно составить человека. Предлагать снова и снова. Ну, не вариант. Он может не услышать вас. Пускай наблюдает. Пускай наблюдает. Как мы растем, как мы зарабатываем. Потом поведет. Я не пользуюсь тем, чтобы кого-то чему-то заставлять. Предлагаю, рассказываю, как могу, наверное, как умею пока. Ну, кто-то идет за мной. Этому рада. Чем хороши оффлайн-приглашения? Я уже говорила. Предлагайте бизнес. Знаете, смотря как. Вот, допустим, если я проработала оффлайн в 17-м каталоге, конечно, я не предлагала сразу бизнес. Я предлагала продукт Алиплейн, потому что были праздники. Сейчас я планирую с первым каталогом пройтись точно так же с тем людям, которым я ходила в 17-м, и уже предлагать работу. Есть уже два человека, которые взяли закат у меня в 17-м и готовы уже подпишаться в первом каталоге. Они уже меня знают, они уже видят, что я принесу продукцию, я там работаю, не просто человек. Они уже со мной знакомы. Так проще. Может быть, для меня так было проще, потому что я человек приезжий, у меня здесь знакомых в принципе нету. Родственников здесь тоже нет. Мне, чтобы даже личные 150 баллов делать, мне нужно было знакомиться, нужно было... и заказать. Бизнес предлагают только вот, получается, через близкие контакты, либо через холодные контакты, когда я позвонила резюме и доски объявлений. Только-только начала работать по доскам объявлений, еще не знаю, что и как, только подавала объявлений. Так, разновно, по резюме. Резюме сложно. Отказов очень много, но я спокойно к этому отношусь. Если есть вопросы, задавайте еще. Вот у меня девочки зашли. В этом каталоге ему ничего не нужно, в другом понадобится что-либо, поэтому лучше людям предлагать дисконт, когда он заказан. В этом случае он... Я не знаю, я в 17-м каталоге продавала все по ценам каталога и предлагала дисконт в следующем каталоге при подписке. Ну, сразу, кто не хотел подписываться, предлагала в следующем подписаться. Таким образом, пара человек уже с 17-го на первый переход. Ну, они хотят поучаствовать в новой акции. Я рассказывала уже о новой акции, когда принесла уже новый каталог. Хотят поучаствовать. Ну, будем надеяться, что работают. Спасибо, Алена, за вопрос. Что такое дисконт? Ну, я так понимаю, что это 20-ти процентная... Спасибо. Регистрация в компанию. Что Вы хотели узнать? Что именно? Я не поняла вопроса. Алексей, выточните, что именно. Как происходит регистрация в компанию? Ну, что? Да, регистрация в компанию это дисконт, да. Это происходит. Мы все поняли, что регистрация это дисконт. Вопросы еще будут? Скидку получают при регистрации. Да, действительно. Скидку получают все при регистрации. Не раньше. У нас такое правило. Не предлагать скидку, потому что мы работаем, мы получаем за это деньги. и почему мы должны свои деньги кому-то. Хотя это скидку регистрируется в компанию. Больше не меньше. Я думаю, это общее правило для компании. Поэтому не отступала от него. Не вижу в этом смысла. Да, спасибо, Сергей. И даю тогда Вам слово. Всего доброго. Всем спасибо большое.